Первое соборное послание апостола Петра, 4-го главного стиха. И во время начать-то суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то каков конец не покоряющимся Евангелию Божию? Это вопрос. И на этот вопрос надо отвечать. Какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? А, вечное разрушение со Христом. А их фактически, как это мы подгоняли, когда Евангелие не давали. Вот на днях приезжали у нас братья с Урала. И привезли Евангелие. Новые заветы. Крупно напечатанные. Хорошо. Оказывается, какой-то коммерсант издал за свой счет и сказал, чтобы его никто не узнал. 50 тысяч экземпляров. Вот рано апостолы и Владимиры, а не те, которые ни одного Евангелия не дали народу-то. Сейчас задайте вопрос. Когда крещение на выси было, сколько Евангелия раздали пришедшего монастыка? Ни одного. А что принесли? Лопаты. На другой день после обеда пошли рыть киевские горы, пещеры, скрывать все. Принесли Ладану несколько сундуков. Только маленько, начинай, думай. Не сказано, что если у тебя Ладана не будет, свящей не будет, икон не будет, и беда тебе будет. Нет. Какой конец не покоряющимся Евангелие Божий Петр говорит? Дядя Петрич, да какой же Евангелие? Как я могу покоряться ему, когда его мне не дали? За ним гонялись, его из рук вырывали. Перевозчиков гнобили, как говорится в мире. Не давали в руки Евангелия. Какой конец? До чего мы дошли? Вот он и конец. Люди, да не знают Бога. Грамотные люди, вроде бы ушатся, заканчивают университеты, а самые простые вопросы не знают. Спроси, кто моду дает? Один вопрос простой. А моду-то есть. Женщины, чтобы брюки были одеты, разрезанные платья. Кто делается? Ведь не знают люди. Это специальные центры есть, где 100% замосексуалисты. Это они все делают. И чтобы раньше так человек вёл себя безумно, не понимал, не ты надеял хоть одну цыганку с разрезанным платьем? Нет, ни одного цыгана бритого нет. А они знают. Мусульман бритого ни одного нету. Те, которые это не знают, ваххабиты. У нас ничего этого не знают. У них в горе, если человек не покоряется Коран. А у нас Евангелие не покоряется, никакой нужды нет. Да Коранцы не от Бога. Это человек выдумал. А Евангелие это от Бога. И Пётр говорит, время начать ссуду. И суд начинается не с бандитов, не с разборников, не с взяточников, как в Китае, а с церкви. И первые, кто пошли под нож в революцию, митрополиты и епископы, попы. Все купола снесли. Взрывали. Храм Христа Спасителя нельзя было трогать, взрывать. Это же есть победы. Ни на что они посмотрели. Толщина стен была 3,5 метра. На училие взрывать, динамит пригодился. А может, для того, и динамит изобрели, чтобы храм взрывать. Я с этим могу согласиться. Может, вся революция была для того, чтобы разрушить то, что неправильно было. Церковное. Я с этим вполне могу согласиться. Все манустры разрушили, монаха простреляли. Священники Евангелие достали, пошли людям проповедовать. В котомке весь алтарь. И тогда священник говорит, как Никифоров Волгин пишет, не для этого не все было дело, чтобы мы вернулись к апостольским временам. Петр пишет, рыба знает, а патриарх сегодня это не знает. А сколько Петров было великих, преобразователей. Ивангелие дайте, не пушки, не колокола переливайте на пушки. А чтобы каждый язык, каждая голова была колоколом. У колокола чем бьют, это называется язык. Он похож на голову. Колокол. И смысл-то его призвать людей на молитву. Вкрыли Евангелие. Получили конец. И Господь говорит в суду начать с Дома Божия. Понятие о суде у людей очень превратное. Повторяю, чтобы иметь истинное, неповрежденное понятие о суде, в Библии нужно прочитать в 882 место. Нихона будешь знать о суде. За что Бог судит? Как судит? Возможно ли сбежать туда? Но что начать суду с Дома Божия и на суде Божьем первым делом надо будет Бог судить? Это однозначно. Почему? Ну так принято всегда. Любой отец смотрит за своими сыновьями, за дочерями, а соседский это уж потом. А что толсты смотреть за всеми, а свое будет упущено? В первом послании к Коринфянам 5.13 апостол Павел говорит, что внешних же судит Бог. Нам больше всего дано следить за ними, следить за ними. А за собой какой у нас в церкви порядок? В церкви порядка никакого нет. Ни в одном мирском учреждении нет такого яролаша, безобразия, как в церкви. Везде какое-то членство. Пойди, стоите за собой, в администрацию не зайдешь, в прокуратуру не зайдешь, в церковь любой заходит. Совершенно не человек неверующий. Один вопрос, а был крещен? Да нет, он никто крещен. Может быть, плачен. Кто бы номер в городе привозит к тебе? Я говорю, бачка, ты хоть знал кого? Ну кого отпеваешь? Откуда же я могу их знать? А сколько сегодня ответа было? 15 человек. Ну хоть одного-то ты знал? Нет. А что вопрос задает? А не вопрос, был крещен или нет? Ну это чья-то твое, почему же ты за ним не смотрел-то? Ты же, говоришь, раба, Боже. Ты неперывно лжешь и лжешь и лжешь в твоих крещенников. Он обманывает людей и Бога. Это не раб, он так и говорит, Господи. Вот принесли в твер, в прах, в город, в зловом, человека, который жил без Бога, губил, курил, не привилился, ты его брать посадишь. А человек там не изменяется, он там то же самое будет искать. Это нам-то и кажется, что как-то что-то сделают, в священии, ничего не сделаются. Все делается нами здесь. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, и никто не отнимет. А неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А любовь Батюшкина тоже на нем пребывает, но гнев Божий больше. Почему этого не учат, прямо? Сегодня всех этих мертвецов бы выкинули, что она в церковь была бы невестой Христовой, а не городским, а всенародным мордом. Все туда тащат. Совсем этого не верите не говорить, а то за счет быть соучастником этого преступления. Салматерис Дабыц, 7-12, говорил, Бог, судья, праведный и всякий день строго взыскивающий. За что? За то, что отступили от слова моего. Господь показывает. Это вторая ступень дьявола. Отнять слово Божие. Первое – Бога нет. Нет, все само произошло. Пучем эволюции, миллиарды, триллионы лет. Как-то делал. Карат поросяк провозился, поросяк все в одессе. Ну вот как-то там, друзья, все придумали. А кто поверил, что Бог есть? Ну, Бог-то есть, я же не знаю, как жить-то дальше. Давай-то отнять Библию. Библия – неизвестная книга. Вот сейчас пришел спектантский журнал. Хороший журнал. Женщина пишет, как я нашла Бога. Всю жизнь была верующая, ходила в храм, ставила свечки и ставила вопрос, почему свечек много серафиму, а Богу почти нет. Она просто законная. Я подходила к хрященнику, он не разу не спросил. Я читала Библию, у меня Библия была. Не думала, зачем эту фантастику написали? Мифология какая-то, для чего? Ну вот к ней постучали две приятные девушки. Спросили, а ты хочешь знать Библию? Очень хочу. Они начали к ней приходить, на дому проводить уроки. Это ягодистки. Ну у нее, у женщины что-то сохранялось. Она понимала, как-то сын Божий, и одновременно он не может быть Богом. И потом она напомнилась на баптистов. И теперь я нашла истинную церковь, истинного Бога. А что она в православии хотела, никакого Бога она не знала. Да как-то одна напечатала. Это они же все такие, которые там. 85 из 100 баптистов, я не говорю про других, бывшая православная. Испомню одно выражение златоуста. Если одна ца погибнет по твоей небрежности, о пастырь, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. За нее Христос умер. Да где же папы-то наши будут? Где же наши артилеи будут? Время начать отсюда с Дома Божьего. Надо ходить в третий, в трассе. А не так, что я уверен, а Бог любовь творит, что кто хочет. Ага. Бог троган, выстивающий. Бог ревнитель. До ревности любит дух, живущий в нас. До ревности. А может ревнивать, знаешь, что ему делать? Он ведь сделать никуда не позволяет. Бог ревнитель, как в Писании нам говорит. Книга, Левит, 20 глава, 28 стих. И пойду я против вас, говорит Господь. И потрясу вас. И изничтожу вас за грехи ваши. Вот что делает Господь. Вводим землю и предупреждает. Жить не будете, как я повелеваю. Я к нему землю. Я отдам людям. Я дал вам города, я вырунил вас из городов. Я дал вам сыновей. Я поколочил всех сыновей, как зашли. Я дал вам скотину, виноградики, вырублю. Вы будете скитаться по народам голодные. Я сделаю вас ненавистными для всего мира. Потому что я открылся вам. Народы мира. Посмотрите, кто Богу своему изменяет. Ты найдешь мусульманина, который бы сказал, что многолетний посланник Аллаха. А здесь, если я Бог, Бог святый, то почему он мне почтение не оказывает? Если я ваш отец, то где почтение ко мне? Иоак 13.10. Строго накажет вас Господь, хотя бы и скрыть на лицемерии. Самое главное лицемерие – это здесь, в алтарях. Всюду и везде. Одно лицемерство. Если бы знали, говорили, что делается в алтарях. Как один писал в Якове, архивеев говорит, Ваше благо, что Игнатию в алтарь, говорит, не ходят. Он видит только снаружи, что. Что вы там рассказываете? Что на этих алтарях? Они не знают совершенно Бога. А если бы мы крепко молились, я верю в это, Бог бы дал других священников, или этих изменил бы. Даже какой-то им знак, что они погибшие. Иеремия 23.2. Я накажу вас за злые деяния ваши. Это все говорится к верующим. Это не к хилистимлянам, не к хитиянам, а к церкви. Я накажу вас, говорит Господь. Откуда это учение пошло, что Бог любит, а не наказывает? Это сектантская еле. За того, в смысле, называют сатанинский подлог. Бог, великий Бог. Бог ревнует о каждой душе. Так а люди не так поступают. Знает Бог? Вот здесь гуляли волны, где мы стоим, не забывайте. Насколько достоверно это? Но говорят, что нет, вся нет, это разложившаяся трупы людей и животных. Если это так, страшно на машину садиться. Из Икии 23.49. Он возложил на вас, ваше распутство, и пошлет наказание на вас за грехи ваши. Пророки предупреждали. Перед самым моментом прихода войны они громко вопияли. Люди не слушали. Перестань. У нас мирный договор в Китае. У нас с мусульманами хорошее отношение. Это нарушено будет за одну минуту. Там все время натравивают против русского медведя. Незаконные эти земли, необихоженные. А люди в три этажа, где лусами роют горы, где искусственно землю натаскивают. У них негде жить. Это абсолютно несправедливо. И это все во всем мире понимают. На нашей земле вожделение зависти всего мира. А все жили еще правильно. Пророк Захария 8.14 говорит. «Я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня и не отменю моего наказания, говорит Господь». Значит, мы нашли подтверждение в Библии о том, что время начать на суду из Дома Божия. Такого потрясения, поражения, как русская православная церковь не было никогда в мире. Такого поражения священства никогда нигде не было. Полностью все уничтожено было. Притом на самые грязные работы их ставили. Так один епископ говорит. Так вот специально такой-то заключенный. Куда бы ни пошел, он скатит ему на спину и в лагере. И ездит на нем на пол. Это не при новом, это же такое наказание. Бог давал. А почему? А попробуй подадить сегодня к священнику. Как они сейчас опять новое поколение надменно себя ведут. Спроси любого прихожанина. Когда ты со священником сидел дома, в твоем доме беседовал и угощал? Ну, единицы найдут. Архиерей? Ни у одного. Это люди даже не знают. Может, это в батюшке. Апостол к Лидии, торгующей во границе. И такое она дома дала. Если вы признали, что я годную Господу, то есть смысл-то, но вы-то ниже Господа. И Господь меня принял. И я его приняла. Я вас принимаю. Пойдемте, Павел. Победа у меня. И он пришел уже. Как все было просто. В этом отношении наш Бог осчастливил бывшим нашим епископом. Он с нами был. Смилы, милы. Как и опасно. Мы на копне целый день пролежали под лиц. Овец. Дальше. Но вы не покаялись, говорит Господь. Не покорилось страшный грех. Вы наблюдаете, особенно за собой. Их дети, что вы увидите себя. Во блудках особенно. Не покорили. Что бы ни сказал, бергается. Сразу бергается. Вы понимаете, что с вами будет дальше? Дети, девушки, разбеденки будут. Сто процентной гарантией. Муж такие не нужны. Тем более парни вообще намного меньше. Вещь это с 4 миллионов. Но, видимо, больше. Все время они подевают. Пляжи. То выбор очень большой. И удивительно. Ну и понятно. Она не может же. И она не может его привлечь, удержать. Ленивые. Никакого манитку не умеют. Уже около 10 лет девушка не может пришить обыкновенность за папу карман. Совершенно не может. Не знаю. Ваша вина. Вы бы день и ночь пальчиками его водили, учили. Я вам напоминаю скоро Бардакову. Глухо, нема слепая. Ей только пальцам что-то нужно водить по телу. Закончил 10 классов. В университет. Кандидатский профессор. И говорит, в комнате украшения, обои. Это я все сама выбираю. Платье какого цвета. Пишет прекрасные стихи. Когда не видела ничего, ни одного слова не слышала. Она на суре будет сурить, как старифно-сарская. Я только прочитал о дне, я упал. Не духом только упал, я физически упал. Господи, как же я отвечу за закопанные саланцы. Да мне на минуту глаза сбежать не надо. Мне надо день и ночь учить. Я уже 9 десятых потерял. Кто с собаками занимался, кто еще чем-то. День и ночь учитить детей Божьему Слову. Дети, мы любим его Слово. А там мы увидим, как уста Христа открываются, как он говорит с нами. И все будет сходиться с Евангелем. Ничего тяжелого не будет. Все известное. А когда умирает человек неверующих, как пишут после смерти, он растерянный. Для него совершенно незнакомый мир, какие-то существа. У него нет веры в этом. А верующий спокойно сразу кланяет ангелу, хранитель ангел. Так вот как ты выглядишь. А я тебе молился. И он все видит и понимает. Потому что он в этом мире жил. Это его мир духовный, который прозряется в вечность. Я говорю о непокоримости. В число 20 глава, 10 стих. И собрал Моисей народ и сказал, послушайте непокорное. Весь народ назвал непокорное. Ну когда какой священник выходил в православном храме и сказал бы, послушайте непокорное, приезжает архиерей. Боголюбивая на алтарьская пасту. Ну какая же нам боголюбивая Евангелие-то не знает совсем. Лицемер. Лицемер. Тянущий людей в погибель. Ни одного грозного слова от архиерея ни разу не слышал. Никогда. Людям встят, люди кладутся. И Господь сказал, славу друг от друга любите прививать, а славу от единого Бога не ищите. Слава от Бога надо искать. Если Бог не похвалит все остальные медали, ординар, звания, геройство, ничего не значит. Старозаконие 9.24. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас, говорит Господь. А когда он стал знать? Ну когда Евангелие нас засидало. И с того дня непокорное. К окрещению пришли, с этого дня непокорное. Почему? Обещали Богу служить доброй совести. Доброй. Господь, обновил меня, чтобы совесть добрая была. И чтобы все по совести делать. Молить это вот о чем надо. Старозаконие 21.18. Если у кого будет сын буйный и непокорный, где с ним будет? Как другие, конечно, на вере. Они буйные и непокорные. А что с ним делать? А он из дома вещи тащит, пропивает. Сказать старейшинам города. И он должен быть убит в этот же день. Ни в каталажку сажать ему, ни в КПЗ, ни в куда. В этот день он должен быть убитый. Ибо сын буйный и непокоривый. Никто эти законы нам не отменял. Перед Богом мы также виновны. 1.15.23. Непокорно. Есть такой же грех, как волшебство. У вас висела такая наскведь. Куда она делается? Найти ее, тут еще место свободное, повесьте ее. С целью это отношение к храму. Столом 67.7. Бог одиночих вводит в дом. Освобождает узников от оков. А непокорные остаются в знойной пустыне. Непокорные чему? Слово Божие. Да как мы можем быть покорны, когда его не давали людям? Не давали. Один человек, кстати, 50 тысяч, издал Евангелие. Бесплатно. Ведь были же богатые люди в России-то. Да 50 тысяч тогда, если это перевернули до сознания людей-то. Ни одного Евангелия. Ни одного. Почему никто об этом не говорит? Я никаких откровений не делаю. Я не пророк. Я просто сравниваю, что Господь нам говорит. Исайя 29.24. Непокорные научатся послушанию. Исайя 30 глава 1 стих. Горни покорным сынам. А они делают совещание. Но без меня. Вот что-то мы встречаемся, поехать где-то, друзей заводим. Пить есть все от начала до конца. Все надо посоветовать Господом. Они непокорны, потому что без меня. Да сколько же мы-то этого непокорства сделали за свою жизнь, если не советовались Господом. Исайя, пророк, говорит 65.2. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному. Бог простирает руки. Придите ко мне. Научитесь от меня. Познайте волю мою святую. И Бог стоит, и руки простирает всемобущий Создатель мира. Люди, придите. Он непокорный. Вам другого имени нет. Змеи, приколдите ко мне. Ах, ты бы глухие, послушайте слово моего. Это слова божественные. Так это ни к кому-то относится. Сектанты сегодня в каждом своем молитвенном зоне они будут читать Евангелие на русском языке. Наши люди ходят по разным текстам. Мы разрешаем и побуждаем к этому. Пришли к адвентистам. Он говорит неправду. Но они любят самую Библию. И он говорит братья и сестры. Хотя сестры не надо обращаться. А вот прород Даниил говорит глава такая. Сидят одни старушки. Молодежи мало. Все до этого начинают с этим шорохом стоить. как листите. Такую картину мы можем увидеть в православии. Только сказал священник и бабушки стали скорее листать Библию. Да когда вы сами дома-то ее листали вы. Когда я вас уже устал призывать к этому. Вчера я вам говорил. Мы вчера очень рано закончили. Сейчас 15 богослужений было всего. Ни одного шеста нету. Не торопаться. Никогда не свести некому. Но мы провели. Значит, а два с половиной часа основной время посвятить дома-евангелию. Я сказал вам, вы не послушали ответственность на вас лежит. Иеремия пророк так говорит 3.22 Возвратитесь в мятежный дом и я исцелю вашу непокорность. То Исаия говорит проходит еще там сто лет. Иеремия теперь говорит пророк за пророком идут к народу Божьему. Суду начать с народа этого. И говорят вернитесь придите возвратитесь в удалеку уже мятежные дети. Не Бога любил и опасно израильская. Господь своим прошел своим и принялись. Я говорю вот это предложение. Почему никто из монахов не считал 100 тысяч монахов в России? 57 тысяч храмов было. В каком храме это говорили? Так это салат надо сначала говорить с крещенником, которые не проповедовали. А они мятежный дом. Они восстали против евангельской веры, против евангельского пути. Павел подвизает единодушно за веру евангельскую. А вера евангельская называется только еретики сегодня. Наша вера должна быть евангельской. А у нас одно предоверие. Пришел дым, нозрями понюхал, батюшка выходил красиво одетый глазами, просто вот туда языком, прикоснулся где? Руками, а в уши на что положили? А у человека пять органов чувств. И церковь основной орган это уши. Вера отслышания. Много говорят. Отслышание это слово Божье Я. Да не просто слово Божье, конечно, а в правильном понимании Божественном, что дали святые отцы. Это у нас только есть. Тех отцов, которые дали нам это. Да мы должны к еретикам идти, умолять и говорить. Так они не послушают. А можете послушать. Вот в моем доме были еретики, слушали. Вот сейчас пленку разбираем, я выступаю, говорю слово в одной баптистской общине. Община большая, 450 человек. Все давно согласились к еретике православиям. Но поставили мне одно такое условие. Покажите нам, где так мы можем жить, как вы говорите. Я должен был глаза закрыть и уйти. Плач Еремия. Первая глава на пусты. Ерай был разгромлен, отведенный в плен, выкреплен из домов, детей отняли, юноши поколотили, невест забрали в гаремы, и вот теперь стали думать, господи, а за что это? Рядом соседи жили, неверующие перестемляне, живут нормально, их не тронули. И теперь дошло, он говорит, праведен Господь, ибо я был непокорен слову его. Я нашел где ответ. И Россия постигла это беда за то, что непокорен слову его. Почему Иоанн Кронштадтский не образовал ни одной группы изучения Евангелия? Почему Серафим Саровский не шел в мир и не проповедовал Евангелие? Все говорили обиде, им открыто было, это духоносные люди были, но они видели только одно, раздай имение, следуй за Господом, то есть следуй монастырь. В одной трактовке это все было. Раздай имение, да, там, и все это унижение, это они знали. А следуй за Господом по Евангелию почему же не знали? Пророк из Икии следующий говорит, 20-й глава, 38-й стих. Я выделил из вас мятежников и непокорных, в земли Израилева они не войдут, Он их отдельно объявил и сказал «Непокорных Слово Божие не войдете, а где-то к Царству Небесного оконится». Сейчас бы Господь сказал «Ты непокорных Словно», а дальше чертю провел начальство судов Дома Божия «Царство Небесного не войдете». И ты упал бы и не ушел бы рыдал бы и рыдал бы «Господи, измени свой приговор, я покорный буду, а где-то где-то будет, где-то мы портнемся и выйдем на том свете». И Евангелие будет выйти, Евангелие откроется, Евангелие, это по нему надо было жить, да, это написано это было, я нарушал, да почему же я нарушал, да потому что не считал. Выключите телевизор, еще раз говорю, не давайте детям компьютерные игры, дети песноватые будут. У меня опыт, неопровержимые доказательства имеют, когда приезжают дети в лагерь. Первый это у Нихиста 4.8. Непокорный непокорен не человеку, а Богу. Это в Новом Завете. Второе Тимофея 3.2. Будет время, когда будут расти дети родителям непокорным. То есть это что-то было страшно. И Евангелие будет разрушен? Неужели? Дети будут непокорны? Как непокорны? Я его кормлю, родил, непокорные по-своему будут делать, развратные будут, вороватые. Это пророчество. Второе Тимофея Титул пишет 1.10. Есть много и непокорных и пустословов. Докноос раскрыт. И там хватало. Кевреям 3.18. Господь против кого воревал? Против непокорных. И он поклялся, что они не войдут в покой и не бог. Бог клянется не просто говорит, а вы не войдете в покой мой. Да ты же любой, Господи. Это любовь клянется. Не войдешь в покой мой. За непокорство. Вы даже каждый день проходите спрашивая знающие описание. Сама тогда а я покоряю в воле Божьей. Бог сказал все, советы окончены. Так говорит Бог. Ивреям 4.6. Они не вошли в обетованную землю за непокорность. Ивару говорит один девятнадцать. Мы были непокорны, были небрежны, не слушали гласа его. В компьютер выводите на улицу. Сейчас через две минуты она будет нормально. Это компьютерные игры выводят. Вот вы видите, через три секунды совершенно нормальный человек. Это демон мучает. У меня было примерно трех сразу выводят. Вносят аналии, следом выносят сапфиру. Они сидят уже разговаривают, смеются. Через две минуты будут. Я об этом говорю известно, слышу. Вы ничего понять не можете. Когда не зайдешь телевизор включенный, вы гореть будете синим пламенем с этим телевизором. Сераха говорит так. В народе непокорном возгорелся гнев, и гнев сеть перейдет в вечность. Итак, апостол Петр сегодня нас предупредил, что какой же конец будет непокоряющимся Евангелия Божия? Не бойтесь. Вы ищите причину в платочках вееральных создавателей. Все открыто. Вас сквозняком выдувает. Молиться надо. Спаститься. Постол молитвы изгоняются. А это ничего не даст. А то мне только это надо, чтобы вытащить на улицу, чтобы человек ничего не слышал. Вы если поняли, то знаете, ответ здесь не стоит. Какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Один ответ. Вечная бесконечная погибель. Спаси нас, Господи, помилуй и непокорство. Аминь. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова